Вновь рада вас приветствовать. Аль-Хамду-Лля, на очередном нашем вебинаре мы еженедельно сейчас с вами созваниваемся для того, чтобы научиться ещё одному дуаю из Священного Курана, который мы применяем на практике, иншалла. Если у вас какие-то вопросы есть сейчас, можете готовить в чате, я уже начну, иншалла, рассказывать о следующем дуа. Мы с вами на прошлом уроке взяли третий дуа, в котором был и четвёртый дуа. Обратите внимание, у нас тут по списку идёт третий дуа из Суратул Бақры, 286 аят. И так же вот в четвёртом аяте у нас четвёртого дуа по счёту идёт из этого же 286 аята продолжение. То есть вот этот по сути 286 аят Суратул Бақры разделен на две части, на третий, на четвёртый дуа. То есть если брать по счёту, то прошлый дуа, третий, там был содержан и четвёртый, поэтому он тоже по времени чуть дольше был. Сегодня мы с вами, иншалла, приступаем к пятому дуа. Это дуа для укрепления веры и прощения Аллаха о наставлении на прямой путь. Субханаллах. И это дуа у нас с Суры Али-Имран, семейства Имрана, 8 аят. Тут у нас идёт. Здесь, кстати, у нас имеется имя Аллаха, Субханаллах, Аль-Вахаб. Аль-Вахаб выписывайте для себя. У нас ещё до этого были имена Аллаха, Самия, Слышащий, Аль-Алим, Знающий. И вот Аль-Вахаб, Дарующий. Он Дарующий. То есть мы спрашиваем Господь наш, не уклоняй наши сердца в сторону после того, как ты наставил нас на прямой путь. И даруй нам милость от себя, ведь ты Дарующий. А иннака поистине ты анта Аль-Вахаб. Иншаллах, в принципе, мы все уже на верном пути. И Аллах, Субханаллах, говорит, что мы должны всегда спрашивать это дуа, потому что нет гарантии, что сердце не может уклониться в сторону после того, как Аллах наставил нас на прямой путь. Всегда в любой момент человек может потерять иман, в любой момент может человек забыться, забыть эту религию, наступить на какие-то шаги неверия, куфра и так далее. Поэтому важно спрашивать обязательно о том, чтобы Аллах укрепил наши сердца в этом правильном пути. Абу Адзель толкует этот аят, говорит, о Господь наш, не уклоняй наши сердца от истинной веры после того, как ты наставил нас на истинный путь. Даровал веру и дай нам от тебя милость. Ведь ты, пояснение, вседарующий. Вседарующий, то есть имейте в виду и дарующий, и вседарующий, у него абсолютный дар. Если он дарует, то дарует абсолютно совершенно. У него имена в совершенном, абсолютном проценте. И в толковании саде говорится, Господь наш, не уклоняй наши сердца в сторону после того, как ты наставил нас на прямой путь. И даруй нам милость от себя, ведь ты дарующий. То есть поскольку в этих откровениях речь идёт о вопросе, который определяет грань между теми, кто исповедует ошибочное воззрение, и теми, кто следует прямым путём, Вседарующий Аллах сообщил, что обладающие знанием праведники всегда молят его укрепить их веру и не уклонять их сердца от истины в сторону в заблуждении после того, как он оставил их на прямой путь. И исправил их деяния, ведь милость и щедроты их Господа безгранично велики. В других аятах Аллах сообщил о причине, по которой сердца начинают склоняться к заблуждению. Эта причина – дурные деяния самих людей. И поэтому Всевышний Аллах сказал, когда же они уклонились, Аллах совратил их сердца. Аллах не ведёт прямым путём людей нечестивых. Когда не спасла Атсесура, они смотрят друг на друга, видит ли вас кто-нибудь, а затем они отворачиваются. Аллах отвратил их сердца, потому что они люди неразумные. То есть после того, как люди пришли в правую веру, бывало так, что Аллах уклонил их сердца, потому что они истинно не боялись Аллаха. Мы отворачиваем их сердца и умы, поскольку они не уверовали в него в первый раз, а оставляем их скитаться вслепую, в собственном беззаконии. Это мы с вами посмотрели разные суры из разных аятов о том, что Аллах наставляет на прямой путь того, кого пожелает, и уклоняет их сердца тому, кому пожелает. Если раб отворачивается от своего Господа и избирает покровителем своего врага, если он видит истину и отказывается признать её, если он отдаёт предпочтение очевидной лжи, то Аллах непременно поворачивает его туда, куда он сам повернулся. А сердца Аллах отклоняет от истинной наказания за то, что он сам предпочёл уклониться от неё. Аллах не поступает с ним несправедливо, ведь он сам был несправедлив к себе, поэтому он не должен порицать никого, кроме себя самого, а лучше всего об этом известно одному Аллаху. Аллаху Анталия предупреждает о том, что он не уклоняет сердца, это выбор человека. После того, как сам человек начинает размышлять о дурном, о плохом, вот только тогда Аллах уклоняет их сердца, видя, что человек хочет отклониться от этой правой религии. Итак, мы с вами, иншал, давайте заучим, несколько раз повторим. Повторяйте за мной. Третья сура, восьмой аят. Раббана ла тузигг кулубана ба'да из хадейтана ва хаблана мин ладунка рахма, иннака антал ва хаб. И еще раз. Раббана ла тузигг кулубана ба'да из хадейтана ва хаблана мин ладунка рахма, иннака антал ва хаб. Раббана ла тузигг кулубана ба'да из хадейтана ва хаблана мин ладунка рахма, иннака антал ва хаб. Иншал, я надеюсь, что вы, альхамду ла, заучили, повторили за мной, иншал, обязательно заучите. Посмотрим с вами тавсир этих слов. Раббана, это сказано от первого лица множественного числа, то есть наш Господь. Ла не тузигг уклоняй кулубана наши сердца ба'да после изны того, как хадейтана наставил ты нас на истинный путь. У нас есть рахмани, рахим, да, тоже в басмале. Рахмах, это милость Аллаха. И поистине ты, иннака анта, ты у аль-вахаба, вседарующий. Иншал, обязательно выписываем для себя следующее имя Аллаха и обязательно заучиваем. В принципе, на этом наш этот очередной дуа подходит к концу. Если у вас есть вопросы, сёстры, давайте рассмотрим их. Четыре. Да, в самом начале урока я упомянула о том, что у нас было три дуа, и четвёртым был по счёту продолжение Аль-Бакары. В самом начале я вам показала, вы можете запись тоже переслушать, можете скрины я вам отправлю. Там получается четвёртая дуа, по сути, кусочек от Аль-Бакары получился. Продолжение. Помните, Раббана, там очень много дуа было в 286-м аяте, последнем аяте, сурату Аль-Бакары. И первое предложение там входит в третий дуа, оставшийся на четвёртый дуа. Поэтому Али-Имран у нас сегодня по счёту получился пятый дуа. Так, ещё есть, сёстры, вопросы? Офейки баракаллах, шаллах. Тогда, сёстры, вначале обязательно выучите этот дуа. Я надеюсь, что он вам принесёт огромную пользу. Аллахума, амин. Вад чазаку нау хааран казиран. Субханик, Аллахума, вихамдик. Ашхаду, Аллаху, Иллян, Тастау, Фироку, Нату, Би-илайк. Ас-саламу алейкум нау, рахматуллахи, баракалу, дороги, сёстры. Ас-саламу алейкум, ас-саляму, рахматуллахи, баракалу. Ас-саламу алейкум нау, 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 рахматуллахи, баракалу.